Продолжение следует... Ну, сбор к этому моменту шел небыстро и не очень легко, и цифра в 60 миллионов рублей тогда оказалась совершенно очень трудно достижимой целью. И изменять эту цифру, отдалять эту цель еще вдвое дальше, казалось нецелесообразным, потому что мы опасались, что это просто демотивирует тех людей, которые пытаются нам помочь. И мы приняли решение цифру на сайте не менять, а необходимые средства попробовать найти в других источниках. И в этом нам очень сильно помогло Министерство культуры Российской Федерации, которое выделило нам 30 миллионов рублей. И очень сильно помогла компания «Газин Энтертеймент», которая тоже нам вовремя поставила свое плечо, а потом и вовсе стала нашим полноценным партнером. Но, тем не менее, поскольку сбор на сайте был прогнозируемый и динамика у него сохранила определенную динамику, мы оставили этот источник как один из источников финансирования, и очень рассчитывали на эти деньги, и они нам все время очень сильно помогали. И постепенно наполняли наш бюджет. Так вот, кроме всего прочего, как известно, мы вели переговоры с Министерством культуры Казахстана. Министерство культуры Казахстана тоже хотел нам помогать. И переговоры эти были долгие, не очень простые. Так вот, хорошая новость заключается в том, что эти переговоры наконец увенчались успехом. И буквально некоторое время назад сумма в размере 80 миллионов тенге, это порядка 19 миллионов рублей, наконец оказалась на нашем счету. Это очень здорово во всех отношениях. Во-первых, потому что наш проект таким образом обретает статус международного. Хотя лично мне больше нравится считать, что наши народы вновь объединились в единый народ, и нас объединила память великих предков. В общем, с какой стороны ни посмотри, с обеих сторон хорошо. Отсюда логично вытекает еще одна очень важная новость. То есть мы закрываем ротфандинговый сбор. Потому что сумма, которую перевело нам Министерство культуры Казахстана, она, в общем, наполняет наш бюджет. И таким образом необходимые деньги для того, чтобы закончить проект, все собраны. То есть вот завтра до конца дня сбор на сайте еще будет работать, а послезавтра он останется окончательно. Вообще сумма сбора народных пожертвований, которую мы объявили, была беспрецедентна еще в самом начале сбора. Когда мы только-только начали собирать первые деньги. Сейчас она просто превратилась в беспрецедентную цифру. 34 миллиона рублей. Этого не достигал ни один подобный проект до нас. И мне кажется, это одна из самых удивительных деталей вообще всей истории создания фильма о 28 панфиловцах. Я и вся моя команда чувствуем очень большую благодарность к людям, которые нас поддерживали и продолжают поддерживать. Для нас это очень-очень важно. И мне кажется, что вот эта коллективная вера в нас, она является таким фактором, который постоянно... Которая давала нам все время силы, а иногда приводила к совершеннейшим чудесам, к случаям какого-то удивительного везения, которые с нами происходили. Для нас это всегда было очень ценно и ценным остается. Но безусловно, эта же коллективная вера накладывает в нас очень большую ответственность. Отсюда вытекает еще одна новость. Она касается даты релиза. Но первое, что нужно понимать, точную дату релиза мы назвать не можем. Мы ее и не знаем. Эту дату мы узнаем только после того, как у нас будет заключен договор с прокатчиком. Такого договора до сих пор у нас нет. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что прокатчиков на рынке достаточно. И заключить договор с кем-нибудь из них, при том резонансе, который есть вокруг нашей картины, мы могли бы уже давно. Но дело в том, что мы хотим выйти широким прокатом, максимально широким. И хотим, чтобы этот прокат был хорошо подготовлен. Вот это может уже не каждый прокатчик. Бывает так, что договор с прокатчиком заключается еще на стадии производства картины. Бывает даже до начала производства. Бывают случаи, когда договор заключается, даже когда еще не написан сценарий. Но это не наш случай. Дело в том, что мы, люди на рынке, новые. Проект у нас необычный. При всем к нему внимании. Требования к прокату у нас очень высокие. И прокатчик, при всем уважении к нам, хочет, прежде чем заключать с нами договор, кино посмотреть. Это можно понять. Но для нас это означает, что... Дело в том, что картину... Показать картину прокатчику, в которой нету визуальных эффектов, звуковых эффектов, нету музыки, нету цветового решения, чрезвычайно опасно. В общем-то, это просто нецелесообразно. Потому что кино — это произведение искусства, которое призвано вызывать эмоции. В такой виде оно никаких эмоций не вызовет. Поэтому показывать фильм прокатчику нужно уже в очень хорошей стадии готовности. В такой стадии наша картина будет только примерно в те ноябрьские дни, когда мы до этого планировали начать прокат. И только после того, как у нас будет заключен договор с прокатчиком, начнется подготовка проката, который займет тоже от двух до трех месяцев. Соответственно, точная дата проката сдвигается на несколько месяцев. И когда она будет известна, мы, конечно же, немедленно ее объявим. Ну, с одной стороны, конечно, к этому можно относиться по-разному, но я предлагаю видеть в этом преимущество. Во-первых, да, мы не выходим 16 ноября, как планировали до этого, как нам мечталось. Зато мы можем выйти в 75-летнюю годовщину биты под Москвой. Следующий год — это 75 лет биты под Москвой. И второе, конечно, что очень важно в этой новости, это то, что некоторая отсрочка даты релиза, конечно, дает нам возможность доделать очень большое количество мелких доделок, которые еще в нашем проекте остались. При том уровне ожиданий, которые сейчас в отношении нашего фильма существуют, для нас, конечно, это очень-очень важно. Поэтому я предлагаю видеть в этом хорошую новость. Еще одна очень важная новость на сегодня — трейлер картины. Дело в том, что трейлер — это хоть и небольшой ролик, который состоит из коротких кадров, но он состоит из очень большого количества кадров, которые берутся из материалов картины. И для того, чтобы такой ролик собрать, эти материалы должны быть финального качества. Причем это касается не только качества картинки, но и качества звука. Так вот, на сегодняшний день эти материалы в финальном качестве у нас есть. И трейлер практически готов. В ближайшие дни вы его увидите.